Каллы Каллы эфиопская С белым покрывалом У цветка Каллы при выращивании Предпочитают Рыхлую увлажненную почву Обязательно в составе почвы должен входить Либо торф, либо перегной, либо Навоз То есть тут уже на усмотрение каждого человека То есть мы используем и торф, и перегной Чтобы земля обязательно была пористая С очень хорошим пропусканием Влаги Уход за каллами включает в себя Рыхление, полив, подкормки И проветривание В принципе помещения, соблюдение температурного режима Вообще каллы это Болотное растение И поэтому оно постоянно требует влажности Повышенной Поэтому мы почву постоянно держим влажной То есть обильный полив Обильное рыхление и подкормки При необходимости Вообще каллы любят различные удобрения То есть в основном это калийные удобрения Азотные удобрения Можно использовать суперфосфат Сульфат калия Аммиачную селитру То есть самые простые, самые доступные удобрения Мы используем Для цветения каллом крайне необходим Период покоя Без которого растению просто не обойтись В традиционной агротехнике Это летний период В июне месяце У калла наступает период покоя Тогда полив сокращается Полив происходит 2-3 раза в месяц Листья начинают отмирать Но необходимо при этом полив соблюдать такой Чтобы где-то 1-2 листа сохранялись Это необходимо для того, чтобы Когда период покоя закончится Растение максимально быстро пришло в себя И начало расти То есть чем меньше листьев остается На калле в период покоя Тем позже начинают образовываться соцветия И растение начинает свистеть Этот период покоя калла запросто Может провести и в открытом грунте То есть на летнее время вы можете выкопать растение И пересадить его в свой сад Либо просто вывести горшок или катку На свежий воздух В домашних условиях Если калла выращивается На летний период ее лучше высадить В открытый грунт То есть перенести в сад Но цвести она в летний период не будет Потому что период покоя У каллы в это время Ну и естественно Когда уже будет август-сентябрь Период покоя заканчивается Ее нужно выкопать Отделить детку Посадить в горшок И унести в помещение То есть домой обратно вернуть Этот своеобразный отпуск Для каллы даже предпочтительнее В квартире у нее больше шансов Подхватить паутинного клещика Кстати, бороться с клещом Можно стандартными инсектицидами И акарицидами Актеликом, к примеру Теперь вопрос деления растения Не игнорируйте эту деталь Иначе не дождетесь цветения Проводить эту операцию Необходимо осенью Мы каллы выкапываем Отделяем от них детку Если у растения очень много деток То цветок формироваться И развиваться не будет То есть мы удаляем всю детку Садим каллу в землю То есть кустик садим Калл сильно заглублять не нужно И также не нужно, чтобы шейка корневища Сильно возвышалась над почвой То есть если будет сильно растение Заглублено в грунт В таком случае может происходить Гниение растения И гниение соцветий Которые формируются в листе Если сильно над почвой Посадить растение То в таком случае может быть Пересушивание корневой системы И также замедляется процесс Образования соцветий Получается, что недаром Цветоводы называют каллу зимним цветком Во всяком случае калла эфиопская Выращиваемая специалистами горзеленстроя По методике проверенной десятилетиями Цветет зимой и весной А отдыхает летом Конечно любителям очень хочется Сместить этот природный график И заставить каллу цвести с июня по август Не исключено, что современные цветные сорта И гибриды адаптированы к подобным условиям Если есть в Челябинске любители Которые опробовали такую методику На своих растениях Милости просим в зеленую передачу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok